сегодня в этом видео хочу поговорить с вами об экономии заряда смарт-часов watch актив 2 для меня в принципе это не критично с теми настройками которые у меня были по умолчанию плюс я еще кое что даже добавил мне хватает где-то приблизительно полтора суток ну два дня для кого-то возможно это критично потому что не всегда так скажем есть возможность может быть подзарядить или просто рельс забываете якобы не забывая в принципе каждый вечер их ставлю на зарядку на ночь одевают так как смотрю или слежу за режимом сна но и как уже сказал для кого-то если это критично то в этом видео я хочу вам показать как оптимизировать работу наших часиков для того чтобы они как можно дольше прослужили от одного заряда и так так ну и начнем мы с вами с приложения galaxy wearable открываем приложение и поехали все по порядку первое заходим и смотрим уведомление отображение при ношении уведомление отображается на часах только когда они надеты это очень важная вещь показывать при использовании телефона допустим и телефон используйте а зачем показывать когда на часах естественно не надо показывать ну и далее смотрите какие приложения у вас выставлены и ставьте только те которые вы хотите чтобы вам приходилось действительно важно чтобы вам приходили на них уведомления на часы с этих приложений все и ненужные в принципе убираете сразу да и все тут много чего есть ненужного так хочу сказать вот samsung tilt можно отключить в принципе полностью тоже здесь короче с уведомлениями посмотрели идем дальше и теперь идем мы с вами в приложение и смотрим погодку зашли в настройки посмотрели настройки здесь уже допустим как вы хотите обновлять каждый час три часа естественно если хотите чтобы у вас дольше проработали часы на одном заряде от батарейки тогда надо ставить ну допустим каждые 12 часов я думаю оптимально будет до либо вообще поставить показывать только при открытии и вот обновлять только при открытии поэтому можно поставить никогда и обновлять только при открытии это будет самый нормальный вариантик до предупреждение о погоде можно отключить ну и в этом случае все дальше идем с вами виджеты здесь смотрите чем больше виджетов на вашем рабочем столе вернее на ваших часах включена тем естественно больше расхода соответственно нужно убрать те которые которыми вы допустим не пользуетесь вообще их лучше вообще удалить стресс и вот эти всякие там контроль веса там если вам это не нужно до контакта оставим допустим пульса ставим ну и samsung kill я оставлю давно все это то что я и нажал сохранение дальше мы с вами идем звук и вибрации здесь естественно вибрацию какую без звука или вибрацию меня без звука и одна только вибрация соответственно громкости у меня нет какая вибрация естественно оставить легкую есть хотите чтобы подольше работала да ну и тут все если включен звук касания то естественно надо отключить все с этим здесь тоже мы с вами решили дальше идем экран здесь нужно установить какую яркость а авто авто настройка яркости это все туфта ребятушки соответственно лучше настройки так как вам удобно видеть да вот у меня примерно где-то на 6 или на 7 стоит мне нормально дальше тайм-аут экрана другими словами когда он закрывается самостоятельно 10-15 секунд естественно чем меньше тем лучше все выставок на останавливаете время какое хотите да все идем дальше дополнительные настройки нам теперь нужны вот они дополнительные настройки и здесь жест пробуждения нужен вам или нужен до пробуждения касания это лучше всего тогда коснулись и она показала то что вам надо как бы это меньше всего энергозатрат если же у вас включена как у меня тогда это больше энергозатрат все идем samsung pay нам нужен samsung pay смотрите что значит samsung pay если он у вас включен тогда надо зайти в настройки и авто обновление вообще отключить чтобы он не проверял обновление каждый раз когда выходит все или вообще там по-своему как-то ну и теперь циферблат циферблаты я хочу вас предупредить что чем ярче циферблат тем больше он ест энергии ваших часик естественно ну и также если есть на нем какие-то тапы там настройки всякие это тоже естественно влияет на разряд поэтому чем проще циферблате по серии там такой тем больше он вернее тем меньше он потребляет энергии так ну все с часами мы вернее с galaxy wear был мы закончили на смартфоне теперь переходим на часики так ну теперь пошли мы с вами часиком что она в первую очередь нужно нам нужно разобраться с вами то что у нас включена это толпы да нужно посмотреть если у вас включены часы всегда вот это вот настройка ее нужно отключить далее идем и смотрим что включен gps естественно зачем он вам отключить если включен nfc и вы им не пользуетесь то естественно тоже отключить ну и далее в принципе все все что у меня здесь было включено все отключили далее идем и смотрим мы с вами вай фай идем настроечки подключение и вай фай как он у вас включен автоматически если для вас это не критично допустим или может быть он у вас включен всегда тогда вам его стоит переключить допустим на всегда выключено и все ну либо как у меня автонастройки в принципе это тоже нормально далее нам нужно приложение samsung kill идем в него вот она запускаем его идем самый низ здесь настроечки и поехали смотрите здесь обнаружение тренировок отключить сигнал дальше распознавание активности зашли ходьба бег там все это дело нужно там плавание зачем оно мне нужно отключить далее запись геоданных отключить но и здесь все отключили пошли дальше оповещение о неактивности выключить если включена далее измерение пульса и стресса смотрите у меня стоит каждые 10 минут вы можете изменять измерение только вручную либо постоянно все нажали измерение только вручную и это уже сэкономит достаточно вашего заряда далее разрешение на доступ так это нам не надо теперь идем дальше выходим отсюда и находим шаги вот они шаги и здесь самый низ и что вы хотите можете отключить совсем уведомление это тоже сэкономит в принципе заряд ну и теперь самая главная настройка это в настройках идем практически в самый низ и вот она наша батарейка открываем ее и смотрим стандартный как вы видите один день 4 часа 21 минута осталось экономия энергии 3 дня 1 час и 1 минута только часы вообще 9 дней ну а также есть еще здесь оптимизация заряда это автоматическая настройка на которую вы нажимаете и и он делает небольшую проверку и предлагает вам оптимизировать вы читаете здесь все его вам предлагает свои настройки оптимизации если они вас устраивают вы нажать и нажимаете оптимизировать и все готово ну вот так как то дорогие друзья можно вот используя такие настройки которых я вам сейчас показал действительно сделать так чтобы ваши smart часики а именно актив 2 жили намного дольше от 1 заряда батареи вам за дорогие друзья напоминаю что вы были на канале простое решение если вдруг вы знаете какие-то другие настроечки еще которых я не сказал или вы нашли какой-то другой способ как оптимизировать батарею на ваших смарт часах пожалуйста пишите в комментариях но вообще ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и делитесь видео со своими друзьями социальных сетях спасибо вам за ваше внимание до свидания и до новых встреч